Здравствуйте дорогие друзья! Вы смотрите видеоблог волшебников Фаренгейта. Сегодня я хотел бы поговорить про интернет. Вообще, я наверное сейчас озвучу не свою точку зрения, а озвучу точку зрения американского видеоблогера Illuminati Puppet 333. Так вот, что он говорил про интернет? Потому что интернет это предоставление знаний и информации для оппозиционных лиц, для лиц, которые оппозиционную власть и оппозиционное правительство. То есть здесь идет альтернативная источность информации. Можно получить доступ даже к запрещенному материалу, даже к той же самой книге «Моя борьба» Адольфа Гитлера. «Свободно, доступ свободен, читай не хочу, знания безграничны». И возникает сразу же вопрос. Если интернет приводит к формированию определенных реакционных кругов, то вообще какого черта все влиятельные люди мира, миллионеры, миллиардеры просто интернет не закроют? Что для них такое закрыт интернет? Ну что вообще для них было не допустить, чтобы интернет появился, и чтобы люди не смогли обмениваться информацией и получать информацию? То есть закрыть интернет вообще в самом зачатке его развития. Ну все же понимают, что интернет вообще сам по себе приводит к росту антисемитизма, к росту других реакционных настроений, революционных, я бы сказал, даже настроений. То есть потому что через интернет просачивается разнообразная информация, дискредитирующая определенные круги. Но я бы сказал, что от вышеупомянутого видеоблогера «Точка зрения» должна быть озвучена. Он сказал, что интернет был создан специально для того, чтобы была сформирована новая мировая управленческая элита взамен старосуществующая. То есть вот все вот сейчас определенные лица из нового мирового порядка, из комитета 300, из прочих мультимиллионеров и мультимиллиардеров, которые правят миром, видимо кому-то, кто стоит над ними, уже надоели. И сейчас проводится политика по смещению этих субъектов, потому что они уже, видимо, либо обнаглели, либо отупели, либо не соответствуют какой-то новой эпохе, которая надвигается и приближается. И кто-то очень могущественный, очень влиятельный запустил в мир безграничный источник информации, где каждый может заниматься самообразованием. То есть интернет – это институт. И вот сейчас по определенному глобальному замыслу в этом институте должны выучиться новые управленческие кадры. То есть для самых таких ищущих, страждущих умов по всему миру созданы условия для образования и для получения определенных знаний, которые им потом необходимо будет применить при формировании нового управленческого корпуса и впоследствии при управлении вообще всем миром. Я надеюсь, что это так. Что еще сказать? Ну, в общем-то и все. Потому что до самом деле давайте посмотрим, для чего используется интернет, что 80% интернета – 80% интернета. Это все-таки порнография. То есть людей, которые все-таки разыскивают информацию, и знания их единицы, по всему миру единицы. И каким-то образом эти вот люди, новая интеллигенция, новая элита, новая интеллектуальная элита должна все-таки объединиться в одну группу и взять власть в свои руки. Вот так вот, как это должно произойти, как все эти новые просветленные люди, обладающие колоссальным уровнем знаний, подчеркнутыми из интернета, объединятся, я не знаю. Но как-то должны объединиться и сформировать новый мировой управленческий корпус. Вот я сейчас только что озвучил одну из теорий, зачем существует интернет, как, что и почему. Ну, теория, как говорится, думайте сами, во что вам верить.